ну и как как с этим быть ну-ка быстро быстро даже из-за гончика выбегает бесстрашные и все сейчас грязные будут и посмотрите пятаками уже рот где мама у вас в другую сторону ужас еле загнала все все дома дома вроде всех поймала вчера привез утеплитель сегодня ребята будут утеплять взял на 100 на потолок его уложим здесь будет эффект термоса тепло не выпускает холод не запускает все швы тут потом пропенятся вот и подождется снизу фанерой вот мы утепляли таким же утеплителем козовник зимой показал себя отлично то есть были до 30 градусов мороза всего одна батарейка там висела у нас керамическая которая не прибавляется не убавляется и в общем все было отлично не вода не замерзла не скотинка не замерзла все было хорошо сработал хорошо поэтому вот опять приобрели этот же утеплитель пользуемся им утеплили им фундамент а теперь вы утеплять потолок не утеплять дом нашим свинкам тоже нельзя они от холода болеют стрессуют к тому же в зданиях сельхоз назначения часто повышенная влажность воздуха и при недостаточном утеплении появляется конденсат на стенах потолках от этого плесень и грибок беспокоясь о здоровье животных меня немного смущало не будет ли вредного воздействия от утеплителя не выделяет ли пеноплекс вредных веществ и сделав запрос производитель со мной поделился научными исследованиями доказывающими полную безопасность пеноплекса подведя итоги хочется добавить что в нашем сооружении будет тепло сухо и безопасно комфортные условия содержания животных напрямую влияют на их здоровье от которого зависит численность их потомство и качество продукции если ответственно и грамотно подойти к вопросу строительства использовать качественные и надежные стройматериалы то наш свинарник исправно прослужит много лет на потолок будет подшиваться фанера купил березовую фанеру не первый сорт конечно денег на первый жалко три четверти одна сторона у него гладенькая другая не очень красивый но не очень красивую мы наверх покрасивее вниз приехала ко мне подружка и все три или четыре дня она красила обрабатывала наш сруб а вот пришли уже и к нам новые жильцы да уже хотят тут проверяют как идет стройка скачут везде не боятся внутри перед тем как собирать сруб ребята отстрогали делали антисептиком потом покрыли лаком до лучше чем дом получился вот единственное что нам здесь осталось сделать это забетонировать канаву сточную уклоном до снизу у нас осталось только один момент а с другой стороны у нас уже полностью стоят щелевые полы останется только перегородки сделать и можно уже загонять поросят смотри самый главный поросята пришли вот там еще очередь стоит в двери да не ничего не бояться накроют крышу начнем монтировать тут уже все а то сначала надо резину самое главное потому что это не дает нам двигаться дальше сейчас накроется дождя не будет и можно начинать тут варить уже перегородки калиточки ставить все это сруб шикарный шикарно шикарно лучше дома я же говорю получилось хоть сам живи мы потерпеть можем до кондиционер у нас у коров стоит дома нет потому что мы потерпеть можем а коровки нет и почему-то свинарник по размеру больше чем собственный дом вот тут были еще вот лишние выходы так мы их уже все заделали вчера привез металлопрофиль на крышу заказывал специально чтобы было без остатка же 20 профиль выгнули длина 360 на 44 тысячи обошлась конек капельники и сама толчили пицца будет коричневого цвета как и на козовнике такого же точно в ангаре все в одном стиле делаем ребята уже начали варить перегородки часть уже установили все калиточки сварили но еще ни одно не поставили ребята взяли ключик сейчас покажем вам что у нас внутри свинарника открываем дверь а покажи что уже крыша готова до крыша готова гель установили здесь на ее надо будет теперь утеплить но сейчас все по очереди проходим проем забетонировали сейчас покажу свет есть здесь уже много чего есть да это точно ну что ребята установили резину я вам уже показывала как она ко мне пришла и и тут специально укрепили чтобы свиньи не подняли так как ширина резины метр двадцать начали уже разделение перегородки варить родители здесь покрасили также еще почитали комментарии и поняли что надо обязательно спасти наш брус для того чтобы хрюшки его не погрызли вандализма до сделали здесь уже вентиляцию единственное надо будет развести электричество пока его еще мало не доделали решили с мамой что здесь у нас будет откормочные поросята расти ну или подростки на щелевых полах тоже хотим разделить под два помещения иначе получается что одно огромное а скажи размеры здесь у нас три на пять оси квадрат а если поделим то будет по семь с половиной нет они не ровно будут строители разделять они решили по щелевым полам вот здесь разину плюс-минус будет практически пополам ну а здесь у нас будет калиточка тоже ходить все я решила везде поставить ниппельные поилки тоже в интернете посмотрела думаю что так будет удобнее всех поить вот это отделение мы решили сделать под малышей которые у нас будут отделяться от мамочек и ее мыши до называются отъем и прежде чем они перейдут на щелевые полы решили что им надо немножко подрасти на резине здесь посидят в принципе если что я думаю что и под свиноматок это помещение мне подойдет это помещение мы хотим разделить пополам здесь у меня будут две свиноматки находиться и третье отделение там будет у меня поросный станок стоять либо стационарно либо тоже его снимать будем посмотрим от количества свинок которые сюда приедут так ну давай подведем итог получается у нас сколько отделение раз-то два-три и большое одно четвертое отделение который поделим пополам щелевыми полами а вот это вот помещение ну как не помещение а проход за работе 2 метра решили для себя оставить на это да надо будет где-то раковину тоже поставить кран с водой бойлер ну и наверное ванна для замешивания кормов ну точно также здесь будет корма аптечка и все у нас хранится и такие планы там посмотрим ребята уже по расстановке да единственное что то я подумала что вот это помещение можно было пополам тоже разделите под двух свинок сделать получается она достаточно большое муж против вот этого дележки предлагает оставить вот в таком виде не надо как делить там на клетушке на мелкие ну посмотрим даже если что там в ходе процесса а в ходе какие-то поправки будем делать пока еще нет особого такого понимания что удобно что неудобно в целом есть а вот мелочи потом уже будет под себя подстраивать сейчас подсматриваю себе породистых свиноматок думаю какие породы себе еще привести фанта у меня дюрок белочка у меня помесь дюрок плюс ландрас думаю возможно у меня будет петрен и еще сейчас подумаю над чистопородными русскими белыми или ландрасом еще выбираю все читаю изучаю а дюрок нет а дюрок у меня фанта есть посмотрим фанта как поросица будет уже по весне ожидаемый порос такие вот поросячи планы у даши так ребята я не доделал начнут те выходные работу я на тех выходных конопатила активно бревна потому что в между бревнами кое-где были прям привычные щели но в эти выходные что я поленилась может быть на неделю начну дальше продвигаться так у нас уже практически чего готова окна двери надеюсь что через месяц уже свинки у меня здесь будут остались такие внутренние отделочные работы перегородки доварить воду развести электричество подключить но точнее электричество подключено развести его тоже по срубу ну и наш уголок обустроить так нам еще предстоит покраска частично мы красили частично еще да еще осталось что вот выходные как-то все не пошло не по плану решили себя что выходной организовать ничего не делай работа и в дахах и початый край все таки есть в целом так ну достаточно прилично все смотрится но струб такой хороший ребята я напомню мы уж набрали 200 тысяч рублей он обошелся вот все стены сами доставка это отдельно плюс сборка разборка тоже ну вот такой хороший срок прямо такой бревно единственное надо его спасти от пятачков поэтому везде будет металл антивандальное покрытие но слушай ребята так хорошо сделали ответ переживала посмотрел там интернете как уже бревна спасать там гвоздики забивают думаю так если мне везде эти гвозди вот как-то не пойдет ну вот решили металлом спасти еще пока не покрашен но в процессе красиво становится ну главное что было удобно но пока пока кажется что будет удобно все такое надежно ребята прям хорошо все сварили сейчас покрашу покрасим будет вообще а уже потолок покрасили беленький посмотрим сколько он пробудет у нас белым потом можно всегда обновить ты показывала вот этот стучно восточная канава тоже по ней ходить ждем не дождемся а то у меня сейчас свинки аж в трех помещениях сидят я сначала сбегала одну попоила потом сбегала вторую потом третьих и четвертых сейчас покажу кто у меня приехал все они в разных помещениях ни в одном помещении нету воды везде приходится носить на неудобно это вообще поэтому когда все будут в одном месте я прям жду своих поросят сюда переводить и малышей кстати о малышах тоже сейчас покажем пойдем пошли выключаем свет закрываем дверь это первое помещение где у меня живут хрю все хрюшки по углам у нас распиханы одна мадаму фантец лежит не знаю почему она у меня такая чумаза там где в туалет ход там и лежит одна единственная такая белочка чистая новые поросютки у меня тоже чистые ну кто так помню как свин самый настоящий она такая что-то стала большая дошли растет человек кстати годик скоро будет в ноябре записала дату покрытия жду буду следить что хожу пузо тебя почесала ты хоть была бы чистый почесала тебя надеюсь что с первого раза покрылась не очень хочется вести не понравилось естественное покрытие тебе как-то было попроще честно говоря ну чё пойдем двигаемся дальше к павлинам они конечно вообще не рады таким соседям конечно ты была брата у них никто не спрашивал где было свободное помещение туда хрю у нас и заехали ну что ты их еще не показывала даже так будет сюрприз ребята это что им сыворотка до закрыть а то сейчас будем бегать и таки это у меня трехпородный гибрид вот эта девочка на кб-шечку похоже я поеду что не разбегутся на ландраса так закроем губу по блине а то не убегут мы потом ловить очень с хорошими формами посмотрите подождите ребята сейчас я вам покажу они просто не могут стоять конечно и хочется двигать это малышня такая хвостики купированы у них тоже потом хочу своим поросятам хвостики купировать врачок хороший хоть хоть меня не надо есть вот это на ландраса похоже ушки висят а это на русскую белую торчат ушки такие они веселые не дают мне попоить их сразу выбегают павлины орут ну что что побегать хочется побегать там вас маленькое помещение да ну чё девчонки погодьте малеха свинарник когда-то же у нас будет готов то даша купила вместе с подружкой по таким поросятам у я не меня кушать не могу стоять тут да они вообще такие игривы и такие такие мои привезла 3 2 себе одна знакомый ну чё как тебе растут 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 вот неделькой наверно да как они у нас то прям даже заметно и третье наше помещение где у нас проживает основная банда поросячья они опять куда-то миску волокли я им уже водичку ставлю комбикормик у них стоит комбикорм стоит а миска с водой уже валяется в углу перевернутом состоянии ребята это такая банда старается убежать на улицу и у них это иногда получается когда я убираюсь вообще все как было десять поросят так и остались чуть-чуть фу на пару дней больше двух недель ой 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 расчисовался девка вот эти смотри тут ужас ребята за ними так можно наблюдать просто часами прибежим там что нибудь сделать быстренько чтобы убежать как застрянем тут втроем не наблюдаем за ним прокололи мы их два раза седимином перед отъемом третий раз тоже будем прокалывать седимином растут хорошо ни у кого никакого поноса не было булочка их кормят отлично по поводу продажи выставила объявление на авито буду продавать поросят по шесть с половиной тысяч часть оставлю себе а сколько там лучше смогу предложить так что кому интересно пишите на почту или в комментариях оставлю контакты для связи буду потихонечку уже бронировать малыши все крупные хорошие стоит у них предстартовый комбикорм для поросят даша пурину купила предстарт 25 килограмм мешок больше двух тысяч стоит ну и покупала я еще премикс для белочки она употребляла когда была супоростная и когда опросилась для супоростных свиноматок фирмы шауман тоже бешеных денег стоит для того чтобы молочка хватало на малышей поросят 10 сосков 14 в принципе всем хватает ребята растут очень ровно прямо вот вообще ровно такие крепенькие чуть-чуть фу ну а та девчонка вот это поменьше она нам останется все остальные одинаковые прямо колобахи такие видно что уже папцы такие у них взбитенькие от кормыши вот это такая смешно ребята это просто нечто как хитрая лежит на передней сиське такая прямо мух деловая приехали к нам тут покупатели за молоком а я дверь приоставила открытый подпёрла я лопаткой думающим поросят будет свежий воздух все-таки лампочка тут у них есть теплое местечко отдохнуть все под закрыла чтобы никто не убежал виду покупать я него у вас поросята я думаю какие поросята никого же не видать оборачиваюсь они там уже у копытного станка вот эта пятнистая еще какого-то дружбаная себе взяла эх вы они пьют домой прилетели знают же куда бежать где их домик ой ой посмотрите что творят водичку пьют вовсю такие молодцы хорошие туалет определили а тут у них угол ходят покажу ой 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 да точно визжишь как поросенок крикуны какие малышам еще даже трех неделек нету господина ира даша разочина выросли или больше даже я переживаю когда им будет месяц они этот семинарник вынесут надо как-то до 10 штук такая ложится моя рыбонька молодец моя уйти все назарывайся смотри полно что ли стало это первый раз верю чтобы они я тоже до на до 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 до